Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Наталья Закайм в программе экономика изобилия. Как я уже не раз говорила, изобилие это не всегда изобилие в каждом отдельном случае, а это изобилие товаров, услуг и ресурсов. Это та ситуация, в которой находится экономика нашей страны сейчас, даже если вам так не кажется. Но сегодня мы будем разбирать как раз тот случай, когда у нашей героини Екатерины есть ресурсы, которые она хотела бы правильно использовать для приумножения тех же самых ресурсов, то есть недвижимости, дохода и с целью улучшить свою жизнь. Сегодня у нас эфир будет построен следующим образом. Я пригласила героиню, которая расскажет нам свою ситуацию, и пригласила эксперта нашей школы, Эльвиру, которая будет помогать нам в этом кейсе разобраться и, по сути, будет задавать дополнительные вопросы, которые могут интересовать вас, как наших зрителей. Итак, представляю вам Екатерину. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. И здравствуйте, Эльвира. Здравствуйте. И давайте начнём разбираться в той ситуации, которая на сегодняшний день вот в жизни Екатерины происходит. Расскажите нам, Катя, что у вас? Ситуация такова. Есть квартира со стороны папы, его собственность. Есть квартира мамина. Там её половина, вторая половина принадлежит её брату. Сейчас, значит, мама и её брат, к сожалению, от нас ушли уже, и нам остаётся наследство. И мы хотим правильно им распорядиться. И у нас такие вопросы очень сложные для меня лично, потому что ситуация ещё неразрешённая. То есть мы не определились, как поступать и как это будет лучше для нас, для всех. Значит, половина мамина — это я, это мой папа и мой брат. Давай я немножечко задам дополнительные вопросы, чтобы нашим слушателям была более понятна ситуация. Есть некий объект недвижимости, который находится где? — Город Невиномыск. Это небольшой городок в Ставропольском крае. — Знаю даже такой городок. И скажи, пожалуйста, размер этой квартиры и её примерно оценочная стоимость? — Это трёхкомнатная квартира в Сталинке, в центре, достаточно хорошая, без ремонта. Оценочная стоимость — 2 800, но я думаю, что на данный момент меньше, потому что нужны вложения ещё. — Хорошо. И вот собственником этой квартиры была твоя мама, которая уже не с нами, прими мои соболезнования, но сейчас речь пойдёт о том, что делать. Вторая половина кому принадлежит? — Это, получается, жена брата. То есть 1 200 000 ориентировочно мы должны ей выплатить. — То есть квартира стоит 2 400, а половина вы оцениваете 1 200 000. — Ориентировочно. Там квартира и гараж ещё, да. — То есть есть некая собственность совокупная, квартира и гараж, и есть 2, как бы, было 2 собственника — твоя мама и её брат. — Ну, получается, жена брата. — Жена брата, потому что брата тоже нет в живых, да. То есть, значит, есть 2, как бы, 2 группы наследников. Есть одна группа наследников представлена одним человеком, женой брата, и есть дети сестры, да, это ты и... — Да, брат и мой отец тоже. — То есть 3 человека представляют, как бы, другую группу, которая у нас следовала вторую половину квартиры. Значит, ну, я думаю, что вы... Вы уже вступили в наследство? — Это вот в течение 2 месяцев ближайших произойдёт, но там уже такой напор идёт со стороны вот моих близких родственников, что надо скорее её продавать, если там жить никто не будет, а продавать очень не хочется, потому что, во-первых, это место... — Ну, давай сейчас последовательно разберёмся, значит, просто чтобы была понятна ситуация всем нашим зрителям, и, Эльвира, следи, пожалуйста, чтобы мы всё нормально объясняли, если что, задавай дополнительные вопросы. — То есть есть 3 человека, ты, твой брат и твой отец, которые унаследовали половину квартиры, и есть другой человек, женщина, жена твоего дяди, которую унаследовала вторую половину, и есть сроки вступления в наследство. — Да. — Вам нужно принять решение до вступления в наследство? — Никто не гонит, то есть я думаю, что если я попрошу, мне дадут больше времени, то есть это может быть год, может быть даже больше, то есть, в принципе, отношения хорошие. — Но есть вообще с законодательством установленные сроки вступления в наследство, и с этим тянуть нельзя, то есть вы абсолютно правы, что нужно торопиться. И потом я услышала от тебя такую фразу, что «все ждут, пока я решу», то есть все отдали тебе право решать, что делать с собственностью. — Потому что я замужем, и вопрос был такой, что если я захочу, я могу переехать туда жить со своим мужем, и просто выплачивать вот эту долю, либо возможность взять ипотеку, там, или заработать, там, отдавать потихоньку. Но мы работающие, сейчас живём в Петербурге, и наши заработки в том городе, у нас нет дохода, у нас сейчас нет никакой базы, то есть для нас это сейчас, ну, не совсем. — То есть была какая-то воля покойных о том, чтобы эта квартира досталась тому, у кого есть семья, или вот почему брат твой и твой папа не претендуют на эту часть наследства? — Потому что у папы, собственно, есть квартира, то есть он там сейчас живёт, а брат, он, в принципе, разговор был такой, что если мы будем жить вот в Невинномыске, то брат будет жить, претендовать на квартиру именно в Чистополе, а папа, он наш близкий, дорогой человек, он будет жить и там, и там, и в общем он... — То есть получается так, если вы будете жить в этой квартире, то все отдадут свои права вам, а если вы распорядитесь этой квартирой, чтобы её монетизировать, превратить в деньги, то тогда деньги надо будет разделить поровну. — Да, всё верно. — Но, кстати, тут я хочу сказать, что стоит, наверное, поговорить с родственниками о том, что жить в квартире как бы это окей, но в то же время вам необходим дополнительный доход. Вот кто из вашей... кто, может быть, папа или брат, готовы отказаться от своей доли, чтобы улучшить положение вашей семьи в плане дохода или нет? То есть если вы выходите в деньги, то как бы вот... — Я думаю, что они пойдут навстречу, потому что это очень близкие люди, и если мы им представим какой-то план, и они увидят, что действительно наш доход будет увеличиваться, что мы будем жить в хороших условиях благодаря этому, они будут только рады. — То есть, в принципе, проблем с близкими, родственниками нет, они все хорошо устроены, и они готовы предоставить тебе право решать, что ты будешь делать с этой долей своего наследства. Значит, осталась другая проблема — это как разделить наследство с женой брата твоей мамы, да? То есть как вот с второй частью этой квартиры поступить? То есть либо её выкупать и уже смотреть, что делать с этой квартирой, там, сдавать, закладывать, это мы сейчас об этом поговорим, либо, наоборот, просить их выкупить долю. Есть такой план? — Они не хотят. — Они не хотят. То есть они хотят просто деньги. Значит, и есть вариант более простой — продать квартиру и поделить деньги, да? Что, может быть, кстати, и не самый плохой вариант. Не самый плохой вариант. Кто из вас узнавал вопрос продажи этой квартиры? То есть вот вы уже вызывали оценщика, там, узнавали, да, и что? — В таком состоянии она стоит недорого. То есть это максимум 1,8 млн. — 1,8 млн. — Да. То есть оценочная стоимость, её, в принципе, достаточно высокая, благодаря расположению, самому дому, объектам, которые находятся рядом. Но сейчас она без ремонта, вот, в неё нужны вложения, поэтому я думаю, что... — А кто вам это сказал? — Мы обращались в фирмы, у нас выезжал человек, то есть смотрел состояние. То есть, в принципе, она будет стоить, ну, 1,8 млн, ну, максимум 2. — Скажите, пожалуйста, вот, ну, вы, наверное, у меня не учились, да? — Ещё нет. — Три дня Blitz Intensive. — Ага, отлично. — Ну, вы, когда учились, наверное, помните, что я говорила, что надо самостоятельно исследовать рынок. — Да. — Вот такие исследования были проведены? — Да, я смотрела полностью. — И действительно, вот, 1,8 млн совпадает с реальностью или всё-таки занижена цена? — Совпадает, потому что сейчас очень много людей продаёт подобные квартиры без ремонта, и в этом районе это, в принципе, стандартная цена. — А ведь район центральный. — Центральный, да. — Сколько там окон? — Там сейчас 4 окна, то есть она распашонка. — 4 окна. Хорошая квартира в Сталинском доме, в центре. — Да, да, да. — Хорошо. Ну, что бы я сделала... Эльвира, что бы мы сделали на месте Екатерины? Давай твою версию. — Мою версию. — Ну, вариантов, конечно, много, но я бы, конечно, превратила эту доходную недвижимость, давала и выплачивала бы потихонечку второй жене брата, и выплачивала бы просто... — Но с одной стороны как бы да, а с другой стороны они просят, в общем-то, завышенную. То есть, смотри, квартира оценивается в 1,8 млн, а хотят они половину от 2,4 млн. И вот здесь вот нам ответ на вопрос может дать только точный расчёт. То есть, что для этого надо сделать? Для этого надо рассмотреть квартиру как инвестиционную. Вот, Екатерина, если вы у меня учились, а Эльвира-то точно знает, о чём я говорю, если там есть 4 окна, то, в принципе, 4 окна, включая кухню, да? То есть в каждой комнате окно плюс окно на кухне, да? А окна, может быть, большие, раз всё-таки это стали большие, да? А потолки высокие, причём это 4 этаж, и там есть чердак. Ну, то есть я рассматривала эти варианты разные, я думала, что можно, каким образом её сдавать. Первая мысль, что это студенты, потому что рядом вузы находятся. Второе, что это посуточная какая-то аренда. Ну, а посмотрев рынок, в принципе, тоже очень низкие цены. То есть за 7 тысяч в месяц можно снимать однокомнатную квартиру. То есть максимум какой доход, если вот ежемесячная брать, ну, долгосрочная аренда, это будет 15 тысяч. 15 тысяч за всю квартиру? Нет, если её не переделывать. Не переделывать, да-да-да. А если всё-таки из неё сделать 4 однокомнатные квартиры? Ну, я не имею в виду, конечно, полноценные однокомнатные квартиры, но всё-таки, скорее всего, в Сталинском доме там есть большой коридор, где можно разместить, ну, как бы, там, скорее всего, 2 санузла, ну, то есть, как бы, отдельный туалет и там ванная и душ. Да простят нас те, кто слушают, мы перешли на темы очень, но слушайте внимательно, потому что вот тема организации бытового хозяйства внутри квартиры очень сильно влияет на доходность. И вот здесь вот нужно посмотреть, можно ли у этой квартиры повысить доходность за счёт её грамотного использования, да. То есть, вот, допустим, если однокомнатная квартира стоит 7 тысяч, вполне возможно, что кто-то захочет жить за 5, но тоже практически в таких же условиях, да. Ну, допустим, мы можем там поселить там 4-х человек, которые будут платить 5, тогда у нас получается 20. Для простоты подсчёта, значит, 20 тысяч удобно считать, это 240 тысяч в год. Вот, и вопрос, окупит ли вот эти 240 тысяч вторую часть вот эту, которую вам придётся выплачивать за долги. То есть, вот что будет, если взять, допустим, кредит на 1 миллион 200, отдать вашим родственникам, да, и этот кредит, например, за сколько лет его можно выплатить из аренды. Почему? Потому что квартира помимо, вот, с одной стороны, как бы это выглядит, ну, не очень привлекательно, потому что, ну, 20 тысяч, да, допустим, даже этих денег хватит на выплату кредита, и, допустим, даже этот кредит можно будет там поднажать и выплатить, допустим, там за 5-7 лет. С другой стороны, что ещё бы я порекомендовала выяснить в банке? Если квартира действительно оценивается за 2 миллиона 400, возможно ли заложить эту квартиру и получить, допустим, финансирование на 75% от стоимости этой квартиры, и, допустим, купить что-то на эти деньги в Петербурге, допустим, как-то вложить в недвижимость. И будет ли такая вот сложная конструкция, как я описала, то есть у нас и закредитованность на 1 миллион 200, которая покрывает, да, и закредитованность, чтобы там купить ещё, допустим, студию в Петербурге и тоже покрывать там какие-то расходы. Будет ли это адекватно, вот все вот эти вложения другой конструкции, а другая конструкция может выглядеть так, действительно продать эту квартиру за 1 миллион 800, вы теряете при этом порядка, ну если квартира может стоить, например, 2 миллиона 400, продаёте за 1 миллион 800, то вы теряете 300 тысяч, вот вы именно, то есть вы теряете 300 тысяч, но приобретаете, в общем-то, стартовый капитал размером примерно 900 тысяч, то есть около миллиона. Вполне возможно, вполне возможно, это более выгодное решение, если вы найдёте, куда вложить эти 900 тысяч. Хотя мне всегда очень больно думать о том, что есть некая недвижимость красивая там в центре города, которая потенциально может подорожать, но мы не будем рассчитывать на подорожание там в ближайшие 5 лет, ну допустим, там через 10 лет эта квартира может реально подорожать. Конечно, не хочется расставаться, вот вам самой хочется расставаться, не хочется расставаться. Не хочется, почему я и пришла, потому что очень смешанные чувства внутри. С одной стороны, я понимаю, что да, проще продать, забрать деньги и уже с этим думать. А с другой стороны, я понимаю, что это место, в котором я родилась, что это центр такой семьи. А, то есть это квартира, где вы выросли? А, окей, тогда я вообще не сторонник продавать. Давайте тогда всё-таки думать над вариантом, то есть если бы мы могли сравнивать просто цифры с цифрами, что обычно надо делать, да, то есть всегда для начала нужно сравнить цифры, да, то есть просчитать одну стратегию, просчитать другую. Для тех наших слушателей, кто не совсем понимает, о чём я говорю, когда вы работаете с разными такими стратегиями в недвижимости, то вы для начала выдвигаете гипотезу, вот то, что я сейчас сделала, да, то есть одна гипотеза – продать и вложить деньги как-то по-другому, пока ещё не знаем как, но тоже нужно придумать гипотезу. Второй вариант – это не продавать и тогда использовать эту квартиру как-то иначе. Вот это две гипотезы, и каждую гипотезу надо посчитать в цифрах, это первое. А второе, конечно, вот то, что мы сейчас имеем, да, мы сейчас имеем просто некую эмоциональную ценность, да, эмоциональную ценность, и тогда наша задача, сохраняя эту эмоциональную ценность, попытаться не потерять в деньгах. Тогда у меня, Екатерина, к вам другой вопрос. Вот если мы берём стратегию, где вы выходите в деньги, это называется выход в деньги, то есть квартира продаётся, деньги делятся, вы получаете 900 тысяч, да, ну, в лучшем случае вы получаете 900 тысяч. У вас есть план, как эти деньги вложить? У меня было несколько мыслей, что можно сделать. Кстати, я думала над тем, чтобы купить какой-то объект в старом фонде в Петербурге, опять же, на первом этаже, либо на втором, где можно сделать перепланировку, потому что я сейчас замужем, и мы, в принципе, сейчас живём тоже на съёмном жилье, то есть и таким образом, например, взять студию себе, чтобы там жить, а вторую, например... А у вас есть дети? Или третью, у нас нету сейчас детей. А, ну, отличная ситуация, то есть вы молодая пара, у вас пока нет детей, вы оба работаете, вы можете жить просто в небольшой студии в центре города, да, и у вас ещё будет оставаться время как-то это обслуживать. Ну, вот, кстати, у меня есть ученики, которые эту стратегию с успехом осуществили, то есть и для этого вам нужен вот какой-то стартовый капитал. Нужен стартовый капитал, да. Хорошо, давайте тогда рассмотрим тот вариант, который я предложила в первую очередь, да, то есть действительно сделать эту квартиру самоокупаемой на время, но вам придётся взять немножко больше кредит, потому что там придётся сделать хоть какую-то элементарную перепланировку, очень хорошо изучить рынок, да, посмотреть, если вы подумаете о посуточной аренде, которая может быть, кстати, не такая низкая, как постоянное проживание, да, то есть я вам рекомендую посмотреть на такой вид аренды, как две недели, месяц, потому что если есть высшее учебное заведение, то иногда приезжают преподаватели, приезжают аспиранты, приезжают заочники во время сессии, приезжают поступать, приезжают родители, и вот посуточная аренда день или два – это сложно, а вот посуточная аренда три недели, месяц, полтора месяца, это может быть интересно, это может быть интересно, и посмотреть, вот как эта квартира может, но у вас ещё же какой минус? Вы далеко, далеко, и, в общем-то, некому этим заниматься. Ну, в принципе, можно найти человека, там есть вот родственник, как раз же жена, в принципе. Она могла бы этим заниматься? Она могла бы заниматься, если бы ей сколько-то там выплачивать за это. Вы знаете, вот тут я не советую с ней связываться. Почему? Потому что, смотрите, вы, во-первых, будете ей отдавать деньги, это раз, и как бы для неё это тоже имеет какую-то эмоциональную ценность, это два, и будет всегда вопрос, а не мало ли вы ей платите, а не много ли вы ей платите, а не мало ли вы ей платите. Лучше для этого нанять кого-то профессионала, да? Эльвира, что ты думаешь по этому поводу? Честно говоря, мне не дают покоя чердак, о котором сказала Екатерина, это первое. Отлично, кстати, я уже забыла про это, давай разберём этот вопрос. Да, это интересно. И второй момент, я лично себе почему-то вижу, что вот эти четыре комнаты можно сделать два этажа, и заселить сюда много студентов, и использовать ещё чердак. То есть антресольный, да, сделать антресольный этаж? Да, и сделать много там, чтобы студенты там жили. Смотри, Эльвира, вот создавать общежитие в жилом фонде, это сейчас прям не очень хорошая идея, да? И даже вот если мы говорим просто о сдаче комнат, это, в общем-то, ещё в рамках законодательства. Буквально неделю или чуть меньше, больше назад, вот буквально на днях, вышла поправка к закону о том, что создавать хостели в жилых домах, это неприемлемо, потому что, конечно, идёт нагрузка на, если у нас очень плотное заселение на квадратный метр, то идёт нагрузка на канализацию, идёт нагрузка на электрику, идёт шумовая нагрузка, да, идёт нагрузка на общедомовую собственность. То есть это лестницы, это двери, это понятно, что дом рассчитан на определённый потенциал прочности, поэтому и квартира находится на четвёртом этаже, и, в общем-то, это будет большая нагрузка для соседей. Поэтому здесь бы я выбрала более такой спокойный и люксовый вариант, то есть просто классическая сдача комнат в аренду, просто комнаты должны быть немножечко адаптированы, чуть более комфортабельны, чем, ну, так, чтобы они были по качеству сравнимы с однокомнатной квартирой. И это вопрос дизайна, это вопрос. Вот вы сейчас живёте в Петербурге, наверное, видите, какие интересные есть решения интерьерные, да, особенно вот когда квартира требует ремонта, сейчас очень модно лофтовые интерьеры, можно в конце концов просто сбить штукатурку со стен и просто там покрасить кирпичи. То есть сейчас очень важно для людей это решение, модные интерьерные решения. И в этом смысле ваши комнаты могут, пусть их будет немного, они могут тягаться с однокомнатными квартирами, где однокомнатная дешёвая квартира, ковёр бабушка-кошка, да, и альтернатива – это вариант красиво, модно, современно, минимализм и чисто, да, чистая, как бы чистая сантехника, чистая какая-то собственный, там, не знаю, холодильник и так далее. Ну а два уровня, если сделать, тогда же можно не четырёх арендаторов заселить, а восемь? Опять-таки очень большая нагрузка, но можно подумать, да, можно подумать. То есть вот здесь вот нужно, и опять-таки не хостель, то есть не проточная система, а всё-таки достаточно, ну, длительное поживание. А посутка на осень? Опять-таки месяц-два месяца, то есть очень спокойная сдача в аренду. Просто почему я говорю посутка? Потому что люди, вот разница для клиента, то есть на самом деле мы сдаём в долгосрочную аренду, то есть это месяц-два, обычно люди продлевают. Чем в этом смысле привлекательна для клиента, если вы выставляете эту квартиру с пометкой, допустим, там, понедельная аренда, и, допустим, цена, ну, на 20% выше, чем если бы человек снимал просто там на год, да, то есть ежемесячно платил. Значит, разница вот какая. Когда выставляется на постоянную аренду, то люди платят всё-таки залог, они платят риэлтору, и для них первый месяц он очень накладно получается. Поэтому они иногда идут на то, чтобы, и потом они ещё не знают, будут они снимать там 3 месяца, полгода, то есть человек приехал поступать, он не знает, останется он или нет. И вот в первый месяц заплатить вот эти 3 месяца аренды, да, получается, риэлтору залог и первый месяц, получается для многих очень большая сумма. И тогда люди выбирают, выбирают фактически платить чуть-чуть подороже в месяц, но как бы это будет, индикатор цены будет именно посуточная аренда. То есть вот такое бывает часто. Это практическое соображение рынка, то есть на рынке люди тоже очень умеют считать деньги, да, ну, в собственном кошельке, и понятно, они понимают, что мне выгоднее сейчас заплатить 3 аренды или заплатить за этот месяц там на 20, там на 15-20% дороже. Для вас это может быть хорошее решение, причём я встречала такие ситуации, вот, например, из Кемерово, помнишь, у нас был Роман из Кемерово, который сдавал сначала, он подумал сдать на постоянное проживание, а потом понял, что очень много студентов, которые хотят как раз на месяц, на два, на три, вот, и это получилось, да, это получается самая выгодная такая вот форма аренды и для клиента, то есть это вин-вин ситуация и для клиента, и для арендодателя. Вот, таким образом, значит, задача, Екатерина, учесть все нюансы и законодательные, и перепланировки, там, соблюсти все правила абсолютно, сделать всё абсолютно законно, потому что мы же хотим, чтобы это всё долгое время существовало, да, и с точки зрения налога, кстати, вот сейчас появилось новое изменение, очень хорошее в налоговом законодательстве, это самозанятость. Самозанятость, мы пока не знаем, будет ли аренда квартир, потому что с ней никак не могут решить, будет это патент, или это будет самозанятость, или это будет ИП, но так или иначе, то есть нужно рассчитать полностью всё, как оно должно быть, и дальше, значит, что я здесь вижу, попытаться сделать так, чтобы вот доход от этой квартиры покрывал расходы на кредит, который придётся взять, чтобы отдать... Ну, откупиться, чтобы от другого наследника. Да, откупиться, да, от другого наследника, с одной стороны, с другой стороны, сделать ремонт, и третье, необходимо, конечно, ещё и получить какой-то стартовый капитал, чтобы не испортить ситуацию. Но если мы имеем дело с квартирой, которая стоит 2 миллиона 400, то очень важно, не дожидаясь конца года, пока банки имеют определённые условия от центра банка, то есть имеют определённые рекомендации по выдаче, определённые лимиты, определённый процент финансирования от, например, залоговой стоимости, эти условия могут измениться, и уже есть индикаторы того, что это изменится 1 января 2019 года. Значит, нужно до этого времени постараться выяснить, сколько вы можете получить под залог квартиры, да, и тогда постараться, поскольку ваша родственница, она, скорее всего, сначала захочет деньги, потом передачу собственности, значит, это можно сделать, достаточно сложные контракты, но нужно сделать это одним днём нотариальным, да, то есть и передача, и передача в залог, да, как бы оформление наследства, передача, передача в залог, и договориться с банком о том, что вы закладываете эту квартиру и получаете вот определённую сумму денег, но сейчас мне это видится, что эта сумма вполне могла бы быть те же самые миллион восемьсот, миллион восемьсот, миллион девятьсот, то есть у нас оценочная стоимость 2400, и вот этой суммы хватило бы на то, чтобы отдать половину, отдать миллион двести вашей родственнице и оставить немножечко на перепланировке и на первый взнос для того, чтобы в Петербурге, соответственно, осуществить этот проект. Но нужно очень быстро посчитать все гипотезы, которые мы высказали, то есть и ситуацию с квартирой в Невиномыске, и ситуацию с покупкой в Петербурге, и обязательно связаться с банками, в общем-то, локальными, с оценщиками, и, наверное, туда надо будет съездить. То есть вот это вот поручать родственникам я не рекомендую, потому что вот, ну, Эльвира, наверное, прекрасно знает, что когда задаёшь неправильный вопрос, получаешь неправильный ответ. И поэтому, скорее всего, ответ будет, что ничего нельзя, ничего невозможно, всё слишком дёшево, ничего не работает. То есть надо ехать на место и всё это выяснять. Ну, теперь давай позадаём вопросы про чердак. Да, да, то, что взять ответственность на себя и ситуацию в свои руки, это точно, я тоже с этим совершенно согласна. Про чердак, а ты думала вообще об этом, о нём? Я думала. И что же ты думала? Там такой момент, что дом, в принципе, достаточно старый, и на одной стороне этого дома пошла трещина. Значит, да, таким образом. И комитет жильцов дома выяснял всю эту ситуацию, оказалось, что там надо делать ремонт, сейчас всем этим занимается бригада, специалист. Просто я, опять же, боюсь брать на себя ответственность такую, что если что-то дальше пойдёт с этим домом, то с чердаком тоже, возможно, проблемы будут. А какие есть возможности по тому, чтобы присоединить чердак к вашей квартире? Он над... Есть возможности. Он прямо над квартирой. Прямо над квартирой. Нет, ну уже было какое-то предложение, потому что это общедомовая собственность. Общедомовая собственность. Она принадлежит, собственно, там, что у вас, ТСЖ или... Да, ТСЖ там. Значит, она принадлежит ТСЖ. Были предложения о том, что ТСЖ предлагает вам выкупить этот чердак? Нет, такого не было предложения. А как тогда, какие идеи? Единственная была возможность, то есть я узнавала, по-моему, по законодательству можно взять в аренду на 50 лет. Так, это хорошее. Либо выкупать у всех, точнее, либо с разрешения всех жильцов его брать в полную собственность. Но вот из-за этой трещины я просто испугалась, что если что-то случится с домом, там будут совсем другие проблемы. А я в этом не разбираюсь. Вот, значит, ну вот здесь вот. Ну-ка, Эльвира, давай, что тут надо делать? Ну, я считаю, надо взять в аренду на 50 лет и сдавать всё вместе. Во-первых, очень неплохо сдать в аренду на 50 лет. И второе, мне не понравился ответ, я в этом не разбираюсь. Я в этом не разбираюсь. Я боюсь. Очень правильно. Смотрите, страх, он нас оберегает от серьёзных ошибок. Но ведь борьба со страхом не заключается в том, чтобы сказать, не бойся. И Катя тут же перестала бояться. Да, такого нет же, такого способа. Точнее, ну, может, у кого-то есть, у меня нет. Значит, у меня всегда метод такой. Нужно всё про это узнать. Дома с трещинами, дома с проблемами. Это вообще моя любимая инвесторская тема. Потому что именно такие дома, когда все от них отказываются, это для инвестора возможность. Значит, давай мы сейчас тебе просто дадим пошаговый план, что ты должна будешь сделать. Это действительно большая такая серьёзная задача. Я думаю, тебе надо брать отпуск дней на 10, а может быть, на 2 недели, лететь туда, разбираться в любом случае в своих эмоциональных вещах. То есть посидеть, побыть в этой квартире, разобрать вещи и так далее. Это в любом случае необходимо. А дальше, значит, задача стоит таким образом. Найти всех специалистов, которые разбираются в том, что такое трещины. Потому что трещины есть двигающиеся, есть уже, скажем так, устоявшиеся. То есть трещина давно уже произошла, а на штукатурке это вот недавно стало видно или недавно заметили. То есть важно понять, трещина стабильная или нестабильная. Я сейчас, может быть, допростят меня специалисты, говорю не совсем грамотным языком. Но я в данном случае тоже потребитель услуг таких вот инженеров строительных. И мы не раз вызывали их на объекты. И в обязательном порядке ставятся специальные маячки, ставятся метки и определяется, стабилен ли дом. То есть в первую очередь надо, конечно, пойти и в ТСЖ узнать, получили ли они документы. И пойти в городской, кто у вас там в районную администрацию узнать, была ли вызвана специальная служба. Потому что если дом действительно рушится, понятно, что это уже вопрос городских властей. Значит, там должны быть, вполне возможно, что всё уже сделано. То есть очень часто люди обманываются на предмет бездействия определенных органов власти и так далее. То есть очень часто необходимые действия уже сделаны. Просто людям недостаточно проведена разъяснительная работа. То есть просто всё сделали, но рассказать забыли. Да, они проинформировали. Поэтому, значит, вполне возможно, что эти маяки уже стоят. И вполне возможно, что эта трещина, например, стабильно уже там полтора или два года. И тогда её можно, например, просто починить. Второй вариант, который мне даже больше нравится. Есть такая возможность, по крайней мере, это гипотеза, которую обязательно надо проверить. Допустим, восстановление этой проблемы стоит определенных денег. И, естественно, эти деньги лягут на бременем на собственников этого жилья. ТСЖ – это товарищество собственников жилья. То есть это приватизированные квартиры. И хотя у нас всегда все потрясают кулаками, что всё, там государство что-то должно. На самом деле, если вы собственники, то во всём мире это выглядит так. Никто вам ничего не должен. Если с домом, собственностью, какая-то проблема, то все участники, все владельцы должны, собственно, собраться на собрание и выложить определенную кругленькую сумму за то, чтобы это всё починить. И вот в этот момент, когда люди не захотят с этим связываться, вы можете сказать, сначала выяснив все моменты, что, ребята, вы отдаёте мне чердак, а я решаю вашу проблему. ТСЖ – гениально. ТСЖ – гениально, да? Ну, действительно. А у мужа какое образование? ТСЖ – он тоже пианист. ТОЖ – пианист. Хорошо. Два пианиста. Ну, что делать? Значит, у меня вот есть инвесторы из Дубая, тоже дирижёры и музыканты, и все разобрались. Значит, ну, значит, по крайней мере, если вы закончили какие-то высшие учебные заведения, то, по крайней мере, вы умеете учиться, да? Значит, надо открыть там учебники, какие-то необходимые строительные вещи и глубоко копнуть и разобраться в этом вопросе. ТСЖ – да, Наталья всегда учит одной технике, она называется «эксперт за час» или что-то… ТСЖ – профессионал за один день. ТСЖ – профессионал за один день. ТСЖ – профессионал за один день, то есть, смотри, на самом деле, то, что сказала Наташа, я понимаю, что ты сейчас просто в шоке немножко, но, смотри, тебе, на мой взгляд, тебе надо подкрепиться командой сильных, ну, вот таких людей, специалистов, прям всех прозвонить, вообще отложить свою работу сейчас в сторону, ну, вообще там неважно, да, просто скажи, что у меня семейные дела, мне надо уехать. Значит, найти всех специалистов, всё разузнать, договориться с ними, торговаться, не переживать о том, что у тебя сейчас нет денег, чтобы им заплатить, сказать, ребят, помогите мне решить, мы разберёмся. По цене там договоришься и всё, просто оплачиваешь всем уже со сделки. И ты должна на все эти собрания, на ТСЖ и на все другие моменты приходить не одна, потому что, ну, ты такая, как цветочек аленький, тебе нужен медведь какой-то или два, или три. В общем, приводи с собой везде экспертов, пусть они их запугают и загрузят просто по полной программе, чтобы они все обалдели, твои эти все жители, сожители и… Оппоненты. Оппоненты, да, все, в общем, с кем тебе надо решить. В общем, тебе надо сейчас мышцы нарастить с помощью команды экспертов, ты поняла? А договориться ты с ними должна так, что ты выплатишь им всё по факту сделки, и это норм. Если кто-то отказывается, ты просто должна найти другого, и даже знаешь как, не поленись и прозвони всех возможных, которые у тебя там есть, и используй сравнительный анализ, ну, просто здравый смысл, где тебе выгоднее, кто тебе более симпатичен, там, ну, сердце твоё откликнулось. И бери прям таких вот, ну, как Наташа, конечно, как Наташа, таких нет, но вот таких. Нет, но такие есть, на самом деле, эксперты в своём деле, они обычно сильные, при этом ты можешь подготовить эту всю почву, сидя ещё в Петербурге, то есть просто найди здесь специалистов, посоветуйся, то есть ты же не обязательно говоришь, что вот такая проблема у меня в Невиномыске, не надо сразу говорить. То есть ты говоришь, вот есть такая проблема, в доме трещина, можно выкупить чердак, значит, что это может быть? И тебе как минимум расскажут, сначала они, конечно, скажут, ой, да это может быть там всё что угодно. Ну, давайте посмотрим, что чаще всего там бывает, да, и может быть даже заручиться поддержкой, если что, позвонить оттуда или там прислать какие-то чертежи, но это, конечно, очень сложный путь, то есть тут хотя бы выучить терминологию, да, то есть просто понять, как с этими людьми разговаривать, пока ты ещё там работаешь и живёшь сейчас здесь. Но как только ты выходишь, как говорится, на тропу войны, то есть ты приезжаешь туда, у тебя день должен быть расписан по минутам, ты должна заранее по телефону назначить со всеми экспертами встречи, ты их можешь обзвонить, сидя здесь, да, назначить со всеми встречи, чтобы они выехали на место, чтобы они осмотрели дом. И очень часто проблема бывает гораздо проще и легко решаемой, чем всем это кажется на первый взгляд. Вот, и поэтому отказываться от супервозможности не стоит. То есть мы сейчас сделали план А для самой квартиры, да, и, кстати, в любом случае нужно выяснить, что это, потому что если наоборот это очень опасная трещина, и там есть варианты, что дом будут, например, расселять там или ещё что-то, и тогда вступает третий вариант, что вы говорите своей родственнице, что продать мы сейчас не можем, значит, давайте вступать на наследство и давайте ждать, что будет, собственно, с домом, и давайте пока сдавать и делить деньги. То есть это как бы тоже, хотя очень часто люди хотят просто денег, когда вот выпадает возможность, они хотят решить какие-то свои проблемы, возможно, долги, возможно, там ещё что-то, или там нехватка, или желание, например, там купить машину или съездить в отпуск. То есть это, в принципе, очень понятное желание, но здесь нужно взять инициативу в свои руки, и всегда нужно, когда вы с людьми разговариваете, всегда нужно апеллировать, всегда свои идеи нужно продавать. То есть не просто сказать, вот ты такая сякая, ты требуешь, чтобы я там продала квартиру, а эта квартира моей мамы. Это не работает. Если ты скажешь, что смотри, вот сейчас мы продадим намного дешевле, давай немножечко подождём, решится эта проблема. Ну, на жадность. Да, ну это может быть не жадность, это здравый смысл. Ну или здравый смысл. Эльвира, вот иногда здоровая жадность, она очень, ну мы её называем жадностью, да, и в России очень часто люди говорят, да это всего лишь деньги, да вот у нас там близкие люди умерли, там всё. Ребят, ну нужно просто понимать, что деньги это очень часто необходимость семьи, особенно если есть дети, особенно если есть пожилые люди. Деньги это и лекарства, деньги это и отдых, деньги это и решение бытовых проблем, и психологических, когда люди живут в очень стеснённых условиях. Поэтому нужно понимать, что деньги это решение очень многих и эмоциональных, и личностных, и насущных проблем. Поэтому я считаю, что к ресурсу денег нужно относиться очень бережно, и я считаю, что это не жадность, это здравый смысл, когда человек понимает, что мы сейчас тут вот живём, да, в сложных условиях, а мы могли с помощью денег эту проблему решить. У меня вопрос. Катя, вот смотри, я тебе так сказала, что найди себе медведи, а твой отец и брат, как я поняла, да, они там живут или где? Нет, брат живёт сейчас в Петербурге, отец живёт тоже в маленьком городке, это под Казани, вообще. То есть это под Казани. Ну как вас разбросала судьба. А они могут тебе помочь? Вот они могут быть этими медведями, про которых я сказала? На самом деле им проще продать, то есть они даже ввязываться в это во всём не будут. Объясни, почему. Смотри, это твой отец и твой брат, это два сильных мужчины в твоей жизни, самых важных, ну не считай мужа, естественно, кроме мужа. Но муж как бы работает, я так понимаю, он с тобой не может поехать. Работает, он тоже работает сейчас, он как раз обеспечивает. Почему отец и брат просто положили этот груз на тебя? Я говорю, да, они сказали, решай, что вроде как тебе нужна квартира, но смотри, они просто свалили ответственность на тебя, я не понимаю. Ну, Эльбира, ты знаешь, я хочу сказать, что иногда проще работать с чужими, чем со своими, потому что очень много всегда эмоций там завязано. Тут со стороны отца просто ещё момент, что вот он потерял жену, и ему проще, да, действительно получить там свою долю, да, от продажи, скажем, и больше туда не ездить вообще, то есть как бы тоже ему не хочется. А по поводу брата, я думаю, он тоже не хотел бы эту квартиру потерять. Он даже говорил, что да, может быть, мы отойдим, там, может быть, что-то придумаем, чтобы вы там жили, тоже такой на столичный момент. Он же понимает, что вы туда не поедете. Сейчас не поедем, да, но опять же, я тоже думаю... Да и потом, у вас карьера музыкантов, ну что вы будете делать в Невиномыскино? Ну да. И он тоже, я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем женится, и... Он старше тебя или младше? Старше на два года, да. Ну, смотрите, я думаю, что мы сейчас рассмотрели, в принципе, все возможные варианты. Я думаю, Катя, вот просто скажи, получила ты ответ на свой вопрос, ты теперь знаешь, что делать? Я получила ответ, да. Ну, вот это меня радует очень, да. Самое главное, что когда я пришла к вам, у меня запутанный клубок мыслей, эмоций и расчёта, и всё это вместе завязано, и очень сложно в этом решить, какой правильный путь. Теперь надо просто проанализировать каждый из пунктов и действительно протоптать вот эту дорожку к своему финансовому благополучию эмоциональному. Скажи, пожалуйста, ну вот резюмируй, как ты поняла? Какой твой план действий? Ну, что нужно, во-первых, туда ехать, нужно всё узнавать по поводу вот этой трещины, возможности присоединения чердака и, опять же, оценки. Ещё раз посмотреть варианты сдачи в аренду именно, вот, как вы сказали, не долгосрочно там на год, на два, да, опять же, не по комнатам, да, а именно долгосрочно, ну, месяц, два, две недели, и не посудочно, чтобы это было максимально выгодно. Опять же, рассчитать стоимость перепланировки, ремонта, вот, и потом всё-таки сравнить, может быть, действительно залоговые, вот, как вы сказали, с банком. Да, это надо пробежаться по банкам обязательно. Ну, что, я вижу, что Катя, ну, просто всё поняла, что мы сказали, к тому же, Катя, мы ещё дадим тебе переслушать эту запись, чтобы ты могла с ручкой и бумагой всё это записать, и готовь всё, собственно, действовать, и я думаю, что это будет в конечном итоге лучше и для твоего собственного развития, правильно эту ситуацию разыграть, вот, карты, которые у тебя на руках, и очень будет полезно для твоей семьи, потому что у всех будет чувство удовлетворения, что ситуация вин-вин, и все получили то, что они хотят. Но, к сожалению, должны закругляться, поэтому я обращаюсь к нашим зрителям. Если вас как-то заинтересовала ситуация с вот таким вот разбором реальной жизненной ситуации, оставляйте, пожалуйста, комментарий под этим видео. Я постараюсь на какие-то вопросы, может быть, ответить или разместить здесь какие-то для вас полезные материалы, чтобы вы могли знать, как в такой ситуации поступать, и будет интересно, если вы тоже, может быть, пришлёте какие-то свои кейсы. С вами была Наталья Закхайм в программе «Экономика изобилия».